на тот момент когда я купил их было выпущено 300 штук я пытаюсь вернуть свою машину это все что я хочу то есть я хочу ее забрать я хочу получить это моя машина у меня есть все документы доказывающие мое право собственности вот всякие копии pts это все вот поддельные документы которые были на него оформлены то есть это уже тоже все подоставали понаходили было погружено на фуру две машины одна volkswagen другая tesla volkswagen не можно то есть их принято загружает и номер да и и вин номер да то есть это то что транспортная компания мне должна привести эту тесту это было вот диана куда она следовала то есть путевой листок вот дальше это отчеты путевых листов как она прошла да вот сертификат о том что вот она tesla да кому она продана то есть это официальный сертификат от теслы то что они дают это то что она tesla то что она вот такого типа tesla родстер вариант категория и вот он ее опять же вин номер вот и дальше как она была вот эта поддельная доверенность которая была выдана уже после того как а как вы доверять нашли в это вообще потому что я получил копии у разных людей вот это не моя роспись я вообще не знаю что это происходит это было все выдано уже поставил это официальный документ который говорит о том что машина тесла родстер купленная мной и по таком-то номеру и типа я ее обследовал и подтверждаю что она 2010 году я пригнал первую единственную в россии машину тесла то есть мне понравилась сама идея и идея зеленой зеленой волны все это что машина не выделяет никаких углекислых газов ну и в принципе сама машина быстрая уникальная и деньги то были у меня шальные которые зарабатывал своей другой деятельностью и в общем решил привести tesla договорился официально с теслой вот у меня документы пожалуйста есть в германии то есть германии в мюнхене есть официальное представительство теслы я туда приехал первый раз прокатился мне очень понравилось все я говорю давайте оформлять документы я перевожу деньги то есть перевели деньги за машину приехали заказали фуру и фура ее перевезли сюда в москву дальше привезли ее на таможню и растаможили значит я оплатил все таможенные пошлины документы пожалуйста тоже есть получили птс то есть никогда на учет она не ставилась потому что просто не успел это сделать дело в том что машина была сделана сам салон машины сделан из дешевых материалов я решил его как-то облагородить то есть поставить более хорошую аудиосистему туда то есть улучшить как-то сделать тюнинг такой небольшой вот и для этого я обратился к своему знакомому который сказал что он знает людей из салона автокутюр который находился на тульской и они могут сделать качественный хороший тюнинг то есть я думаю думал что пока я улетел они справятся с этим тюнингом я прилечу у меня будет тинговая машина я буду на ней кататься так получилось что улетел на 7 лет имел разговор с со своей знакомой которая неоднократно предлагала ее продать вот я конкретно сказал что продавать машину нельзя то есть я буду ждать тем более по таким ценам как ее предлагали и тем более как бы они могли бы ее продать если все документы все оригиналы документов находились у меня то есть они приехали не были у меня в сумке и они уехали со мной в америку и даже дубликатные оригиналы ключей в 2014 году озвучилась сумма 40 тысяч долларов меня это не устраивало и тем более ну как я могу продавать ее по каким-то подложным документам все за американской тюрьмы можно звонить но я не знал что за первый год то есть первый год когда меня арестовали во франции потом экстрадировали в америку и в то время как я пребывал во франции первый год я вообще не имел возможности выходить на связь или общаться или вообще что-либо то есть мне приходилось писать письма за это время кем-то была оформлена подложная доверенность на никого мурата я не знаю кто это такой и машина дальше была продана какой-то ирине я не знаю тоже кто это такая вообще никак это ирина дальше продала ее какому-то чечену и дрису и когда я приехал к этому человеку у которого в оригинале должна была стоять машина которая мне сказала что она не позаботиться она сказала что машина якобы забрана какими-то чеченами за долги которые вообще не мои которыми вообще никакого отношения не имею и что мне вот пожалуйста номер телефона вы можете звонить вот этому вот товарищу и дрису но никакого индрису я конечно не хотел звонить я сразу сказал что я хочу забрать машину и начал разбираться а потом выяснилось что машина на самом деле продана и мне оказался договор даже купли-продажи и это меня возмутило и после этого я уже действительно решил принять действие и пойти в полицию то что машина находится то есть я как бы знал это но машина находится сейчас в салоне tesla клуба на кутузовском нынешние владельцы то есть они владельцы tesla клуб официально приобрели ее ну как бы не официально да они приобрели ее по подложным документам есть она была куплена я не знаю знали они об этом или нет то есть я об этом только могу догадываться ни с кем из них не общался но машина ими была приобретена у этих чеченов на самом деле я заплатил на тот момент 160 тысяч долларов за машину включая растаможку из них 20 тысяч евро мне вернулась ндс и эти ндс были конфискованы соединенными штатами потому что они были на банковском счету кроме этого я знаю что за то время пока я находился в тюрьме она была кем-то сломана то есть она не на ходу и она требует ремонта то есть я хочу получить машину в том состоянии в котором я ее отдавал то есть или этому человеку которому я передавал ее с ключами или нынешним владельцам то есть но это уже установит милиция это установит суд мы дальше будем разбираться и надеюсь моя знакомая забирала ее из tesla клуба уже не снесла клуба а с автокутюр на тульской и они тюнинговали никогда потому что новости о том что не арестовали пришли раньше знакомая забрала она стояла у знакомой и вот от этой знакомой дальше эта машина каким-то образом оказалась у другой женщины которая якобы за долги продала ее чеченам то есть ты продала отдала я не знаю они передали перепродали ее в tesla клуб она сейчас единственная tesla родстер с другого такого нет на территории россии и насколько я знаю она имеет коллекционную ценность